Дорогие участники курса «Отношения в любви». Сегодня наш самый первый эфир, и сегодня начинается наша работа. Курс этот простой, понятный, доступный, лёгкий. Я его максимально упростила, но в то же время он очень глубокий, несмотря на свою простоту, и достаёт самые главные ключевые вещи. Сегодня мы с вами будем поднимать тему, откуда рождены проблемы в ваших отношениях. Вот, то есть сегодня эфир немножко похож на такой, как лекционный материал, и в конце будут упражнения. Первый эфир первого модуля не требует активной вовлечённости участников. То есть у нас потом с вами будет где-то работа в сессионных залах, где-то работа прямо онлайн, живая, но первый эфир, он более похож на лекцию с домашним заданием потом. Потому что это первый эфир, он водный, он нас разогревает. Поэтому вот так. Смотрите, о чём мы сегодня говорим. Многие заблуждаются в том, что, имея проблемы в отношениях здесь и сейчас со своей второй половиной, я имею отношения с другим человеком. Что вот этот другой человек, я с ним как-то коммуницирую, у нас появляются какие-то проблемы, какие-то сложности. Если что-то идёт не так, то я понимаю, что это просто не мой человек, это тот человек, из-за которого я страдаю. То есть он становится причиной моих страданий. Поэтому я эту причину убираю, иду, ищу другого себе партнёра и начинаю строить отношения с ним. По законам отношений, по законам энергии сначала всегда идёт такой подъём, как демоверсия, всё хорошо, но потом опять происходят какие-то сложности, трудности. Мы говорим, ну это же жизнь, мы какое-то время терпим, 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 потому что уже не хочется как бы так быстро расставаться в первый раз, потому что все мы понимаем, что жизнь идёт, она проходит, и можно так всю жизнь менять партнёров, и мы уже включаем нашу новую часть, другую, которая пытается эти проблемы как-то решить. Начинаем ходить к психологу, начинаем изучать, исследовать. Но, к сожалению, современные психологи, всё чаще и чаще среди них я встречаю рекомендации, начинаем опоры на себя в отвязке от человека, физической отвязке. То есть имеется в виду, что, а что вы боитесь расстаться, вы что, в себе не уверены, расставайтесь, мы вам это, ваш стержень внутренний поддержим. И по сути тоже происходит разрушение отношений, развал отношений, человек уходит, или мы его сами отправляем, и снова остаёмся в гордом одиночестве, и идём искать дальше парню. Или другой вариант, человек не ищет пару, он говорит, да мне одно лучше, мне само собой лучше, да, и это правда отчасти. Вот, здесь на курсе мы работаем над тем, чтобы увидеть шире картину, больше картину, уйти из платформы того, что человек приносит мне либо радость, либо страдание, что я такой как бы потребитель, и ко мне пришли страдания видеть человека, или ко мне пришла радость видеть человека. То есть такое, знаете, я зритель, а вы мне кино показываете. Вот, мы немножко с этой платформы сходим и начинаем изучать, а кто вообще такой, вот этот человек рядом со мной. Кто? Это вторая моя половина. Да, половина моя вторая. Не буду рассказывать, почему я сделала вот так, типа кавычки. Вот тема слишком большая, сейчас нет смысла об этом говорить. Это вот в блоге. В блоге я могу это выложить, но в рамках курса мы всё. То есть на курсе мы работаем. В блоге я даю много полезной для понимания информации, да, а на курс вы приходите, уже оплачиваете его, уже включаетесь, чтобы была прям работа. То есть здесь практика. Так вот, сегодня мы должны с вами прийти к выводу о том, что наш партнёр, я вот так вот в руке держу, да, наш с вами партнёр – это квинтэссенция всей нашей истории, всего нашего жизненного сценария, всего того, что с нами было задолго до встречи, а то и до рождения этого самого партнёра. То есть наша история, наша жизнь, как индивидуума, как единицы, как души формируют образ того человека, с кем вы будете взаимодействовать. То есть ваш мужчина или женщина, муж или жена, партнёр или партнёрша рождены из вашей истории, рождены из вас, созданы из вас. Это не значит, что он ваш, как словно, ребёнок. Нет, имеется в виду, что у него, да, есть своя история, своя индивидуальность. Но когда люди взаимодействуют друг с другом, у них, кроме их личных историй, взаимоотношений между людьми, которые были до встречи друг с другом, ну, то есть из другой жизни, то есть то, что вы приносите из другой жизни, из этого состоите вы, и то, что он приносит из другой жизни, да, до встречи с вами, которая была, он содержит в себе это. И вы вот этим соединяете, своим вот этим содержанием. И вы его видите через призму своего опыта, он видит вас через призму своего опыта. Плюс у вас есть наличие различных программ, и вы взаимодействуете вот этими двумя призмами, вот этим своим опытом, вот этими своими программами. И это всё, так скажем, кармический, энергетический уровень. Есть уровень духовный, это когда вы, как души, изначально имеете чистый, непорочный, такой непогрешимый корень, и вы оба прекрасны абсолютно и тотально. Это духовный уровень. К нему, если мы с вами подойдём, в течение первого модуля, это будет уже очень хорошо, но это база, да, я об этом буду говорить, да, это не просто на этот уровень идти, но если на этот уровень не стремиться, то на него никогда и не выйдешь, и никогда, ну, не будешь, по сути, счастлив в отношениях. Так вот, вот эта душа прекрасная, чистая, да, абсолютная, она скрыта под слоем вот этого опыта, вот этих призм, вот этих историй, личных сценариев и программ. И из-за этого вот этого сияния души как будто бы и не видно. Вот. И наша с вами задача увидеть сияние друг друга, да, увидеть программы и научиться отделять вот эти зёрна от плеви, от плеви. Где в человеке моё идёт, а где его, где, потому что то, что его, вот истина его, да, как духовная частичка, там будет вас всё только радовать. Вы когда встречаетесь с человеком, вы встречаетесь с душой, и вы вот эту радость обретаете друг с другом, но потом вот эти все остальные слои дают о себе знать, они проявляются. И наша задача научиться видеть, где душа чисто прекрасна, всегда это знание иметь в голове. Сначала вы это просто знаете, а потом вы это начинаете уже видеть с практикой, с тренировками. Без тренировок ничего не работает. А потом научиться видеть его, его программы, которые вас не касаются. То есть вам непонятно, непонятно, что он так себя ведёт, но вас не дёргать, не цеплять, не пригирить. Это, значит, его программа. И программы свои. Когда он что-то делает, но обычный человек никак не реагирует, а вы реагируете, вам больно, вам неприятно, значит, это ваше. Вот и наша задача научиться, да, раскладывать взаимоотношения с человеком на три вот эти составляющие. Духовная, абсолютно позитивная, потом кармическая, принадлежащая ему, его программа, кармическая, принадлежащая нам, наша программа. Когда у вас всё по полочкам разложено, и вы видите, сейчас вот он для меня душа, да, и там я вижу его сияние. Я вижу его всегда. Но это такой уже уровень трансцендентный, мы к нему постепенно будем идти. Потом я вижу, что это его программа. Он сейчас говорит своими программами, своими переживаниями, своими беспокойствами. Я что-то могу с этим делать? Я могу его успокоить, я могу как-то с этим как-то поработать, да? То есть появляется такая вариативность. То есть когда ты понимаешь, что это не твоё, ты предстаёшь брать на себя чужое, и ты уже работаешь по-другому. Ты видишь, у человека проблемы, ты ему можешь как-то помочь, посоветовать что-то, порекомендовать, или просто хотя бы не брать на себя, да, нейтрально отнестись. Это тоже уже уровень, уже прогресс. И третий вариант. Когда тебе больно, боль идёт от человека, увидеть в этом своём, да, и понять, что сейчас он мне показывает. И то есть мы встречаемся с человеком, и он несёт в себе нашим, вот он много нашего несёт. То есть вся боль, вся страдания, вся страдания, это вот наша история. И он как учитель несознанная, да, то есть Вселенная посылает нам друг друга, как мы друг друга учителя. Он приносит нам вот эту боль, вот эти страдания. И мы их должны воспринять, как, вы знаете, вот словно вы приехали в химчистку, вам нужно постирать бельё. Открываете его, у вас корзина только с чистым бельёном. Вы такие, ну тут чисто бельё, тут стирать нечего. Но вы же приехали в химчистку, значит, ну, есть потребность стирки. То есть мы родились в этом мире материальном, значит, у нас есть потребность здесь проработаться, чтобы дальше, ну, двигаться дальше в другие миры, там, духовные, более такие счастливые, успешные, где нет войн и так далее. Ну, раз мы тут родились, значит, мы пришли в химчистку, значит, есть грязное бельё, его надо постирать. А признавать не хочется, хочется открыть корзину, сказать, а у меня всё чистое, а я не такой, как вы. То есть все грязные, а я чистая. Потому что природа души быть чистым. Мы как души всегда абсолютно чистые, непогрешимые. Но мы пока в этой вот телесной оболочке, мы пока в материальном, кармическом мире, у нас есть определённый уровень загрязнённости. И чтобы его вычистить, надо признать, у меня есть грязь. А, это не моя корзина, это чья-то уже постиранная, а вот моя. О, да тут бельишко-то грязное, пу, воняет, неприятно. Но ничего, мы сейчас возьмём, постираем, и оно тоже будет чисто. Потом погладим, у нас всё будет чисто, глажено, красивое, свежее. Вот. То есть это просто объём работы. Но так как это неприятно органам чувств, да, мы знаем, есть пять органов чувств, перечислить в чате какие, кто знает. Вот. И это неприятная работа, но она должна быть проделана. И вот человек с вами, коммуницирует и поднимает всю-всю-всю вот эту грязь. Вот его учительство заключается в том, чтобы поднять вот эту грязь, делать её очевидной, потому что в социуме мы обычно создаём хорошее лицо, мы получаем образование, мы очень много труда прилагаем для того, чтобы показать только лучшие свои качества, да, чтобы реализоваться в жизни, быть успешным. А худшие качества, свои теневые стороны, свои там непроработки, недоработки, несовершенства, мы максимально прячем. Но личные отношения, это те отношения, которые всё это поднимают, достают и показывают на поверхность. Избегая от человека, мы сбегаем от важной части себя. Мы просто, как сказать, что происходит, когда мы от человека убегаем? Он нам показывает, вот твоя корзина с грязным бельём, это твоё, давай постирай, а ты в химчистке находишься. Ты такой, нет, 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 уберите эту грязную корзину от меня, я с этим ничего общего не имею. Берёте какую-то чужую чистую. Смотрите, вот это чистое, это моё. Там подходит человек, нет, 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 это моё, я только постирал, вы своё, пожалуйста, сами стирайте. Потом возьмёте какую-нибудь другую корзину, о, здесь бельё почище, а оно сверху такое чистое, а начинаешь, когда разгребать, видишь, что там внизу самая грязь ещё больше, чем в предыдущей корзине. Поэтому лучше вот работать с той корзиной, которая есть, с тем партнёром, который есть, с тем уровнем загрязнения, боли, страданий, которые есть. Просто надо понимать, что мы не будем всегда в этих страданиях. Мы сейчас возьмём, постираем, и всё будет чисто. То есть это просто процесс, это объём работы, это ответственность, которую нужно взять на себя, проработать её, и всё, как переварить и выплюнуть, как говорится. Вот. То есть вот, чем мы занимаемся. И какие будут у вас в связи с этим задания? Для начала нужно рассказать о том, как формируется наша вот эта история, вот эти связки, вот эти сцепки. Вот смотрите. Такая небольшая табличка, простая. Можете себе тоже зарисовать, чтобы понимать. Вот вы родились, да? Я. Я родился и попал куда? И мы попадаем в разные системы. Мы попадаем, во-первых, в родовую систему, в мой род. У меня тут есть бабушки, дедушки, прабабушки, прадедушки, какая-то история у каждого из них, какие-то события, ситуации, какие-то болезни, какие-то смерти, какие-то генетические предрасположенности. Есть наука эпигенетика, которая доказала, что событий, реакциях эмоциональной тоже на генном уровне в виде кодов передается с поколения в поколение. И все эти коды, они зашифрованы. ВДНК наше тело это помнит. И так как я работаю по методу сакральной раскладровки, являюсь сертифицированным мастером сакральной раскладровки, то мы, естественно, с вами тоже будем делать раскладровку. Раскладровка – это что? Это вот эти вот цифровые коды, которые зашиты у нас в ДНК, мусорные гены, они называются по-научному, мы их будем с вами доставать на протяжении всего курса, извлекать и зачищать, особенно в первом и в третьем модуле. Второй у нас более такой теоретический. То есть мы достаем эти коды, мы их находим. Они звучат как формулировки непонятные, то есть это не просто цифры, это формулировки, зашифрованные в ДНК. Наша задача – их достать, расшифровать, и родовые, и личные, и так далее, и перепрошить. То есть какие-то все там родовые проклятия, и так далее. То есть все-все-все есть, как бы, коды, шифры, все-все-все у нас там, вся информация хранится, мы попадаем в эту систему и становимся ее членом, ее участником, этой системы. Вот. И ваша задача, домашнее задание – исследовать свой род, вытащить разные-разные истории, которые вам удалось накопать, прям проявиться как детектив, позвонить своей маме, папе, дяде, тете, бабушке, прадедушке, обзвонить родственников, прям поинтересоваться. Скажите, а как у нас вообще в роду там, кто как жил, как дедушки и бабушки жили, а как они умерли, а какие отношения они строили. Мне важно знать отношения мужское и женское, друг с другом, как они тоже взаимодействуют, это тоже очень важные энергии. Вот эти две энергии, которые мы с вами на курсе перемиряем, воедино соединяем, сохраняя индивидуальность, мы вот это будем исследовать, поэтому тоже, какие были отношения, кто как умер, кто как… В разные истории находите, выписывайте их и все это выгружайте в чат. То есть в чате происходят все домашние задания. Вот. То есть все, по роду, по исследованию. Я потом, я буду изучать каждого из вас историю, буду находить там формулы или какие-то вопросы наводящие, чтобы углубиться, увидеть формулу. И тем самым мы найдем уже родовые вредоносные кармические программы. Да, все знают, что такое ВКП. Вредоносная кармическая программа. Эта программа раньше вот по старинке называлась проклятие. Это вот этот ген, код, зашифрованный в генах, мусорный, который негативный сценарий притягивает. Будь то болезнь, отношение и так далее. То есть мы касаемо отношений будем находить вот эти мусорные коды, формулы, программы, и я буду делать вам распадровку. Дальше. Что влияет на вас, когда вы родились? Конечно же, родители. То есть родители это тоже часть рода, но они прям напрямую с вами соприкасаются. Здесь на уровне шифров, что вы в системе находитесь, а родители, они продолжают дальше формирование. Они поддерживают старую программу, могут их усиливать, могут создавать новую. То есть такое происходит. вы программируетесь дальше, грубо говоря. То есть пока мы не соединены со своей божественной духовной природой, мы всё время кем-то программируемся. Родители тоже как-то вас программируют своими страхами, своими программами. Здесь ваша задача нужно будет выписать, что вы слышали от родителей о себе и какая модель была у ваших родителей, за которой вы постоянно наблюдали. Какие отношения были у родителей. То есть выписать вот это отношение родительские, какие были у ваших родителей и выписать, что вы слышали о себе от них. Особенно вот тема отношений. Далее. Какие у вас были учителя, которые вы приняли учителями, да? Учителя, авторитеты для вас. Люди, которых вы уважали. То есть, будь то школьные учителя, будь то какая-нибудь бабушка там, соседка умная, будь то, ну, кто-то вот, кого вы считаете прям авторитетным, признанным учителем. Я не говорю про тех учителей в школе, которые вы должны по-априори уважать, но у вас этого чувства с ним нет. Я говорю именно о тех, кого вы приняли, да? То есть, вы чувствовали, что вот этого человека я хочу слушать. Здесь, наоборот, обычно формируют позитивные программы, поэтому повыписывайте, чему вас учили ваши авторитеты, ваши учителя, которые вы всегда уважали и прислушивались к их мнению. Тоже выписывайте. Дальше. Что еще на вас влияет? Естественно, социум. Я имею в виду с точки зрения законов, там, градоустройства, то есть, как устроен мир вокруг вас, что вы видите, что вы наблюдаете, что происходит в школе, да? Что говорят старшие представители закона, сами законы. То есть, что социум, да, на уровне государства, на уровне вот какой-то идеологии, государственной, на уровне вообще системы государственной той страны, где вы родились и жили, что вам транслировало, да? Например, там, выходили в школу и, если это советское время, то там какое-то единство, да, там, пионеры, что-то общее, что ты там часть общества. Или наоборот, сейчас там дети ходят в школу, там немножко более все разрознено. Вот, что знания, там, без знаний ты никто, знания все решают, вот, в теме отношений, может быть, да, что-то у вас всплывет, там, что мальчики, девочки, там, какие отношения между ними, за что ругали, там, за что наказывали, то есть все вот это поднимаете, все, что вспомните, и выгружаете. Дальше, равные, то есть здесь как бы старшие, здесь тоже старшие, здесь старшие, здесь система родовая, тоже старшие, а здесь равные ваши друзья, равные, друзья, одиномышленники, коллеги, то есть как формировали вас, те, кто с вами на одном уровне, что они вам говорили, как они вас воспринимали, как они строили отношения, что они говорили про вас и ваши отношения, и вот это тоже все выписываем, все, все, все вот это формирует вас, знания и представления, да, о себе, как кто я такой, если вы не знаете, что вы душа, вы не знаете свою могущество, свою силу, то вы опираетесь вот на эти концепции, и внимание самое интересное, вот вы живете, формируетесь, да, 18 лет у кого-то там плюс-минус, и вот это все, объединяется внутри вас, и выливается потом вашего супруга, второй половинку муж или жена, вот это вот все формирует то, каким будет ваш муж, да, давай, дочь, детишка, вот, каким будет муж или жена, то есть вы встречаете вот отражение всего того, из чего вы состоите, и если здесь был деструктив, у вас отношения будут приносить страдания, будет хотеться из них сбежать, таких отношений, вот, поэтому мы с вами выписываем все, что здесь деструктивное, все, что вы можете найти, все, куда вас пустит психика, выписываем, делаем распадровку, вот это все стираем, и здесь уже потихонечку начнет становиться легче, это первое задание, это то, первое, чем мы занимаемся, да, еще вот чуть-чуть подробнее разложу, ну, не то, чтобы подробнее, просто немножко другого, резюме в общем, смотрите, вот ваша история, ваша история, вот это все, вот сюда помещается, это причина ваших отношений, такие, какие они есть, ваши отношения, то есть причина формирует следствие, и то есть важно понять, что есть прямая связь между вами, вашим прошлым, и вашим будущим, вашими отношениями, то есть прямая зависимость, прямая связь, если вы старались, допустим, для социума быть хорошим, или хорошим, у вас там много регалий, достижений, хорошее образование, вы помогаете людям, вы хороший человек, вы дружите с друзьями, у вас есть учителя, которые там вас хвалят, поддерживают, у вас есть родители, которые поддерживают, там родовая система, то это все говорит о том, что вы поверхностно, вот здесь стали успешными, вы поняли их правила, они вас запрограммировали, да, вот эти секции, вы поняли, как надо быть успешным по этим программам, но та часть вас, которая истинная, которая больше этих программ, у которой есть много-много силы, могущества, да, духовные, энергетические, разные дары, таланты, здесь она не принята, то есть наш социум, он, ну, духовность как бы нивелирует, то есть больше такая материальная ориентация, и там формируется большая недовлетворенность, там у меня как бы вроде все есть, все хорошо, везде успех практически, но вот чего-то не хватает, и вы идете в отношения, и там подсвечивается, чего вам не хватает, понимаете, то есть духовная практика начинается с гармоничных отношений, я, к сожалению, ну, может, не к сожалению, наверное, это часть пути, сталкивалась очень часто с людьми, которые являются верующими, которые много-много лет исповедуют духовную практику, занимаются этим, очень серьезно, они выделяют несколько часов в день для того, чтобы развиваться духовно, стандарты чистоты соблюдают, стандарты речи и так далее, соблюдают все эти правила, и все равно не имеют гармоничных отношений, то есть отношения это маркер, это критерий, так же, какие деньги, у нас предыдущий курс был, сейчас отношения в любви, а было деньги в легкости, деньги это маркер, материальная жизнь это маркер в какой-то степени, это не опор, это просто маркер, отношения это маркер истинной вашей духовности, когда у человека все вот тут хорошо, быстро, и даже тут у него все прекрасно, но они потом, они все равно приходят и говорят, ну какие-то бывают вспышки, моменты, когда хоп, и что-то не состыковалось, там вспышка гнева у партнера или еще кого-то, там их там стучат, вот, то есть все равно, все равно дает сбой, выстроенная система идеально дает сбой, и вот для того и нужна я, я показываю, почему дает сбой, где вы еще себя не приняли полностью, где вы себя не полюбили до конца, где вы не раскрыли свою духовную природу, понимаете, это очень важно, вот, поэтому, если вы занимаетесь духовной практикой, но у вас стора в отношениях, непринятие, вы одиноки, вы не можете строить отношения, у вас проблемы, и вам под Баобабом в пещере сидеть проще, легче, чем строить отношения в мирской обычной жизни, значит, ваша практика не истинно духовная, значит, там идет определенный контракт, подмена и обманка, вот, но это другая, это такая другая духовная тема, которую мы будем развивать совсем уже в другом курсе, или просто в блоге, я об этом буду рассказывать, вот, поэтому я жду ваши инсайты, ваши реакции, обратную связь по этой теме, для кого-то это стало открытием или нет, я знаю, что многие из вас изучают, да, выходят к психологам и уж догадываются об этом, но сейчас мы прям конкретизировали и поняли, что все, что есть в вашей жизни в теме отношений, это следствие вашей истории до отношений, все, что было до того, как вы познакомились с своим партнером, это сформировало то, какие будут отношения дальше, и менять партнера бессмысленно, вы просто меняете следствие, а причина всегда с вами, бегая из одних отношений в другие, вы носите с собой причину, куда-сюда, туда-сюда, и многие могут возразить, но почему там с одним вот партнером было плохо, а с другим хорошо, потому что причина не одна какая-то, есть тут много разных программ, с каждым человеком они срабатывают по-разному, вы не знаете, когда тем что сработало, нужно просто увидеть грязное белье, признать, что оно грязное, выстирать его, и потом смотреть, да, чтобы максимальное количество усилий приложили, какие результаты, что-то дает, и уже только после этого принимать решение о том, что быть дальше с человеком или нет, но практика, опыт показывает так, что если человек действительно все отработал там перед вами, он просто откалывается сам, как говорится, но в большинстве случаев, когда мы налаживаем гармонию, просто отношения гармонизируются, если нет причины для проблем, то и проблем нет, то есть мы просто убираем причину проблем, и тогда уходит проблема, вот и все, на этом я эфир заканчиваю, домашнее задание вам дала, пожалуйста, приступайте к ним, не затягивайте, сегодня понедельник, следующая встреча у нас будет в пятницу, до пятницы нужно выгрузить все программы, сделать всю домашнюю работу, и сделать не только вам успеть выгрузить, да, вы в четверг, например, все выгрузили, а еще и мне, то есть выгружайте сразу, вот понедельник, вторник, среда, чтобы в среду и в четверг я могла поработать с той информацией, которую вы выгрузили, понимаете, вот, чтобы я вам дала обратную связь, чтобы я подчеркнула, вот тут такая у вас формула, тут такая, нам прям нужно будет вычленять, без моей помощи вы не сможете вычленить, что здесь нужен опыт, практика и мастерство, ну вот, поэтому прям ближайшие 2-3 дня вам нужно уже сделать домашнее задание и выгрузить, если сложно, да, много, допустим, у вас задач по жизни, что-то, что успеете сделать, выгружайте, лучше, конечно, все, ну, сделайте хотя бы что-то, потом у вас будет целый год, как минимум, доступ к этому курсу, и вы сможете потом второй раз еще раз просмотреть эфир и разобраться со всем остальным, уже самостоятельно, вот, или там есть, нужна будет помощь, просто потом уже индивидуально, да, зайти, поэтому самое главное брать и делать, какие результаты, чтобы были изменения в ваших отношениях, тренируемся, вот, основа для тренировки, приступайте, начинаемся, вот, я желаю вам всем удачи в этом непростом, но очень важном пути, жду ваших домашек, и настроена всех их очень внимательно, с любовью и заботой, анализировать, помогать вам, поддерживать. на следующий раз, на следующий раз. Продолжение следует...